Сегодня открывается выставка в Риге лица российского сопротивления. Непростой мы прошли путь в подготовке этой выставки, но он был пройден не зря, по всей видимости, потому что сейчас мы уже видим, что люди останавливаются, читают, смотрят, и это очень важно. Володя Кармурза, огромный срок получил Илья Яшин. Все эти люди, они именно те, кто, мне бы хотелось, представляли Россию. Россия – это не Путин, Россия – это не диктатура. Россия – это те, кто борются за свободу, за всех нас и за то, чтобы мы вернулись домой, вернулись в Москву и жили там в свободной стране. Андрей Павловров сидит в той колонии, в которой в свое время, второй свой срок отбывал Михаил Ходорковский, я много раз была в этой колонии, я знаю все подъезды, как в нее войти, где, в каком лесу от Сегежи она находится, и как накрывает эту колонию, когда дует ветер, таким зловонным дымом от картонного завода, который находится рядом, и это просто пахнет очень жутко сероводородом. Российская пропаганда, те, кто, в общем, не залезает глубже этой российской пропаганды, утверждают, что подавляющее большинство россиян поддерживает спецоперацию Владимира Путина. На самом деле это не так, это не соответствует действительности. Мы и вместе с нами минимум еще 10 миллионов, я думаю, больше, сильно миллионов человек не молчат. Другой вопрос, что не молчать в России сегодня, это кончается вот так, как на этих плакатах, поэтому мы не молчим здесь, нас много, мы не молчим, каждый из нас делает свое дело в борьбе с этим режимом, даже если мы просто растим детей, русских детей, чтобы они были свободными, чтобы они стали нам на смену, пришли и были готовы к тому, чтобы прекрасная Россия будущего состоялась. Расплаты пора придет, фанфара во мгле пропает, и нож на стекле проведет, за нами не пропадет, за нами не пропадет. Это стихотворение, которое написала Наталья Горбаневская в качестве отклика на судебный процесс Бродского. И Наталья Горбаневская, как вы знаете, здесь фигура абсолютно знаковая, потому что наряду со статусом одного из крупнейших русских поэтов этой эпохи, она была одним из крупнейших русских диссидентов этой эпохи. И в 68-м году, как вы знаете, она была среди восьми вышедших на демонстрацию на Красной площади. Вот это первое крупное, знаковое, публичное событие в истории сопротивления советскому режиму было антиимпериалистическим и антиколониальным. Это была демонстрация протеста не против чего-то, что происходило внутри Советского Союза, в его внутренней политике, а против вторжения в Чехословакию. Только что, два месяца назад, ушел из жизни человек по имени Игорь Гурцов. Ему было 86 лет. Во время оттепели в 67-м году. Его арестовали за создание Всероссийского социал-христианского союза освобождения народа. Молодые люди думали о политике, о том, как освободить народ от гнета большевизма. Их арестовали несколько человек. Огурцов, как вождь, ему было 30 лет, он получил 20 лет. Из них 10 лет крытой, 10 лет тюрьмы Владимирского Централа. Я знал этого человека, он рассказывал о том, как он там сидел в камере, в которой никогда не выключался свет 24 часа в сутки, и не было освещения, естественно, не было окон. И казалось, что это навсегда. И он отсидел все 20. В 86-м уже была перестройка, его привезли в КГБ, предложили покаяться, искали мытье с костюм полтора года остающихся. Он был уже в ссылке, он отказался и досидел все. И дождался конца большевизма. Правда, не дождался конца того, что творится сейчас. Я когда вспоминаю об этом человеке, об Игоре Огурцове, я думаю, что как бы ни было тяжело, и какой бы ни был мрак, все равно нужно знать, что это кончится. Пускай в это верят те ребята, те люди, чьи фотографии мученики, чьи фотографии здесь сегодня на этой выставке. Спасибо ее организаторам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!